Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я прочитаю вам вторую часть рассказа седьмого сказки от Милы. Вы же помните, что данный рассказ имеет ограничение в возрасте. То есть дети, не достигшие 16 лет, попрошу отойти от данного видео и выключить его. Немного подождем. Я думаю, все граждане честны. Начнем. Как вы помните, в первой части мы закончили на том, что каутук, который является, ну, в других произведениях называются данные люди драпирами наполовину, ну, в котором уже течет кровь вампира. Ему приснился сон. Я хочу напомнить в данном сне, или дальше прочитаю. Прекрасная леди приглашает его светлую и насыщенную женскими запахами комнаты. Она ласково шепчет, нежно коснулась его тела, раздевает и целует, любит. Она любит его. Более трех столетий не ощущал он этого чувства. Нет, он и не призгрив. Он мог снять и шел в ушлёху, но он испытывал страх за себя. Он боялся, что, прикоснувшись к теплому, мягкому, трепещущему телу, вековое желание заговорит о себе. Он потеряет контроль и зверь, а не мужчина возымеет власть над ним. На этом мы остановились и далее. Но во сне всё было по-другому. Он любил её. Она любила его. И лишь сладковаткий запах её тела напоминал ему, что она могла бы быть вкусной, очень вкусной едой. После картины растаял, и он увидел того, кто сделал его таким, невоспитанного ваппо. Но он был удручённо и забочен. Он представился. И дихо. Прости. Тогда я был глуп и амбициозен. Я потерял контроль. Я думал, что стал счастлив и велик. Сумбурный нрав взял век, и я зачем-то перепоганил всю тюрьму. Я не настолько был голоден. Я изувечил весь твой род. Прости. Я уже другой. И я не поступаю так жестоко. Но ты... Это выше всех похвал. Тебе дарована высшая миссия. Ты смог остаться человеком. Но сколько бы ты не ел хлеб, ты наполовину вам. Ты несёшь ген вампира, который чудесно ужился с твоим геномом. Вампиры – это древняя раса. Но всё-таки мы здесь гости. Лишь древние чистые вампы. А не мы. Мы медисы. Те, которые по какой-то странной случайности не погибли и из пищи превратились в детей. Таких, как мы, единицы. Но миллион лет срок немалый. И мы немалочислены. Мы не бессмертны. Но наш век значительно больше коренной расы. Той, что сейчас более всего. И который дает нас им соранен. Между нашими древними, теми, кто контролирует развитие и следит за соблюдением космических законов, есть договор. Если выживший вамп питается хлебом и умеет контролировать жажду крови, он будет стареть, но не может умереть, пока не родит наследника. Не смешается с иной расой и не поместит ген познавшего в иной генотип. То есть ты, красавчик, не умрешь, пока не спаришься с самкой. Спасибо за внимание. Прощай. Хоть это не похоже на кошмар, но Кауту проснулся в потолку. Ему не надо было два знамения. Он понял все сразу. Мой предок занял денег у одного плитно лицева, который испытывал к нему неподдельный интерес. Все время расспрашивал о его прошлом, о истории его народа. Помылся, купил приличный костюм и пошел в приличный дом терпимости. Он долго не выбирал, так как сразу увидел ту, которую видел белокожую, беловолосую, голубоглазую, очаровательную и горячую красавицу. Все было как во сне. Знакомый запах, знакомый стук сердца, шелковистая теплая кожа и наслаждение, утоляющая жажду наслаждения. Всплеск трехсотлетней с первой, ход силы и настойчивости, и никакие зелья и колени не в силе противостоять желанию космоса, исполнению извечного закона, договора древних и могуществ. Лилия зачала дочь, а Калтур познал свою воду. Лилия долго не могла понять, что произошло, ведь она принимала дорогие снадобья, чтобы не рожать. Наверное, наказание. Но время шло, и надо было что-то делать. Клиент шел за клиентом, и как-то не получалось сходить к ведуне и избавиться от бремя. А вот и стук стерца, движение новой жизни, беззащитное чудесное творение природы. Беременность трудно было скрывать, и хозяйка дома не хотела уродовать красивейшую из своих рабынь. Она скрыла ее в загородном доме на время беременности, а после родов посоветовала хороший пансионат, куда отправили здоровую и на редкость красивую девчушку. Лилия имела хорошие доходы от своего ремесла и оплачивала самый дорогой пансионат Англии. Девочка получила хорошее воспитание. Хорошо сложенная, на редкость сильна и здорова, гармоничная связь с северной белокурой красавицы с таинственным жгучим взглядом роскосов черных огромных очей. Такой дикий чудесный цветочек не мог завянуть и пропасть. И это заметил богатый, сумбурный и похотливый, но решительно независимый банкет. Он сделал ее своей женой. Ему безразличны были сословия, предки, сплетни и молва. Глядя на эту девочку, в него пролила кровь, и все его существо кричало, что это та, кто должна быть его. Опознавшие женщину банком теряют свободу, они не в состоянии трезво мыслить. Женщина банк или осчастлив, или убьет, не укусив, а терпит. В ампире от рождения имеет особенное настроение тела, идеальное для любви, для охоты и для размножения. Одно лишь но. Познавшая кровь вампирша, не способна к защищению. Именно поэтому в легендах вампиры требуют красивейших и женщин человеческих. Для надежды на чудо и рождение своего потомка. Но моя вторая в нашей летве, не пьющая вампирша, не знала о своей особенности. Свой жуткий, неприсущий целомудренной девице нрав, она обесела поместью с кровью и коряк. Бесчувственное и холодное отношение к людям из-за трудного детства, отсутствия материнского тепла. Постоянное ощущение жажды из-за какой-то особенной неизвестной болезни. Она была благодарна своему мужу за любовь и заботу и старалась быть хорошей женой и любящей матерью. Она родила четырех детей и лишь один был носителем деда, о котором рассказ. Каждое последующее поколение легче переносило особенности зверя, и все легче им было быть людьми. Лишь иногда им снились странные сны. Лишь иногда при общении с человеком их завораживал стук сердца собеседника. Они медленнее старели, имели сильнейшее чувство обоняния и постоянное ощущение жажды. У всех свои особенности причуды. Если бы кто-то сказал, что они вампы, этот мир сошел с ума, сказали бы они. Они более чем кто-либо старались слиться с людьми, сделаться независимыми, незаметными и серыми. Ведь вторая их половина, которую они прятали от других и от себя, интвергировала, что их родители, их любимые, их дитя, всего лишь долгожданных и штат. Они умели любить, прощать, испытывать чувство ответственности. Человек их научил. Вампир всегда рождается в неполной семье или от непрачной любви. Или после рождения потомка, предок, вдруг умирал. Почему? Не знаю. Такой закон. По договору древних, если ген вампира не активен, он насыщается жизнью и опытом людей. Он передается одному на протяжении шести поколений. Но седьмой, он обязан быть активным. Он обязан воплотить в себе всю любовь, робость, нежность, жертвенность, новопоста синасфератору. Его доминантной стороной должна быть сторона зверя. Так вы нас называете. Это никогда не происходило. Никто, издающий надежды в ветвей, никто не доживал до третьего поколения в обществе людей. Жажда, чувства превосходства были сильнее. Третий становился кровососом. Так и не передав силу взаимодействия по наследству. По легенде древних, именно седьмой потомок станет сильнейший из вампиров. И мостом между двумя расами. Но в эту легенду мало кто верил и верит. Лишь древние и я. Я седьмой потомок. Александра. Так называла меня русская матушка, которая оставила меня с отцом, а сама ушла в мир людей. Где была я до меня? Где любила, рожала, защищала? Когда она узнала о том, что полукровка имеет выбор, люди или мы, она выбрала не нас. Жизнь в постоянной жажде с чувством одиночества, но с теми, кого любила, оберегала, защищала и дарила тепло. В мире людей меня много братьев и сестер. Я седьмой, поэтому мать и отец вам. Прошло тысячи лет после моего рождения. Моя мама так и не познала вкус крови и давно уже умерла. Меня воспитали на спиратах. Я питаюсь кровью и общаюсь с подобными себе. Мы обладаем гипнозом, левитацией, телекинезом и усиленно развиваем криппортацию. Мы быстры и наше тело способно к трансформации, но нас трудно убить и невозможно победить. Мы сильны и обладаем тайными знаниями, но я до сих пор чувствую запах на нематильном и вкусе его молока. Моя миссия рассказать людям и на спиратах, соединить и подружить нас. Вам необходима сила, страж, а нам кто добры, людям, научите нас любить. Ну вот и закончился мой рассказ, мой первейший рассказ, который я описала, который я вам рассказала. Смотрите меня, подписывайтесь и ожидайте другие мои произведения. Спасибо за просмотр. Ставьте классы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok